Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, Владимир! Сегодня мы будем с вами говорить о здоровье. Расскажу я вам одну старую легенду. Давным-давно на горе Олимп жили-были боги. Стало им скучно, и решили они создать человека. Стали думать, решать, каким должен быть человек. Один из богов сказал, человек должен быть сильным. Другой сказал, человек должен быть умным. Третий сказал, человек должен быть здоровым. Но один из богов сказал, человек должен быть подобен нам. И решили спрятать самое дорогое, что есть у человека, это его здоровье. Стали думать, гадать, куда же спрятать здоровье. Один из богов сказал, здоровье нужно спрятать в глубокое синее море. Другой сказал, за высокие горы. И только один из богов сказал, здоровье надо спрятать в самого человека. Так и живет человек с данных времен, пытаясь найти бесценный дар богу. Да вот не каждому удается найти свое здоровье. Так и есть с давних времен пословица. Я здоровье берегу, сам себе я помогу. Давайте повторим. Я здоровье берегу, сам себе я помогу. Сегодня я предлагаю вам отправиться на остров здоровье. У коровы собираемся, за здоровье отправляемся. Впереди я вижу остров, но вот незадача. Река разлилась и переградила нам путь. Чтобы нам пройти к первому острову, мы должны будем с вами взять каждый по одной таблетке и пройти через болото. Складываем вот сюда таблетки и садимся на стопочек. Я знаю, что вы ищете дорогу на остров здоровья. Я вам дорогу подскажу. Но сначала хочу проверить, знаете ли у предметы личной гигиены. Отгадаете мои загадки? Ножки выпрямляют, руки выпрямляют, руки выпрямляют, руки выпрямляют, руки выпрямляют. Ускользает, как живой, но не выпущу его. Белой пеной пеной пенится, руки мыть не ленится. Рома. Мыла. Пластмассовая спинка, жесткая щетинка. С зубной пастой дружит, нам усердно служит. Матвей. Щетка. Посмотрим. Морочетка. Вытираю я стараюсь. После ванной паренька. Все намокло, все измялось. Нет сухого уголка. Ника. Морочетка. Правильно. Хожу, брожу не по лесам, а по усам, по волосам. И зубы у меня длиннее, чем у волков и медведей. Артур. Морочетка. Нет, наверное, Полина. Морочетка. Давайте посмотрим. Да, правильно. Морочетка. И сияет, и блестит, никому оно не льстит. А любую вам правду скажет, все, как есть, ему расскажет. Даша. Делайте. Давайте посмотрим. Молодцы. Вы отгадали все загадки. И за это мы получаем с вами первый лепесток для нашего цветка. А на нем будет первый совет. Пользуйтесь предметами личной гиены, и вы будете не только красивыми и опрятными, но и здорово сохранить. Встаем, отправляемся в путешествие. Пожарусь. 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 За здоровьем отправляемся. Перед тим, ребят, страх,ろう, будь трудная дорога. Пожарусь. Это остров Доровичков Кто же живет на этом острове? Артем Три богатыря А какие у нас с вами богатыри? Даша Артем Сильные Рома Здоровые Как вы думаете, чтобы быть сильными, здоровыми, смелыми Что нужно делать, Ника? Чтобы быть сильным, надо заниматься спортом Правильно Давайте и мы с вами сделаем зарядку Пройдите к степам Встали ровно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Молодцы! Силушка у вас прибавилась? Да! Силушка по силушке бежит И за это задание мы получаем с вами еще один лепесток А на нем совет. Человек должен заниматься спортом, чтобы быть не только сильным, но и здоровье укреплять. Давайте же посмотрим, что же еще приготовили нам богатыри. Дорогие дети, мы знаем, что вы ищете дорогу на остров здоровья. Мы вам дорогу подскажем. Но сначала угадайте, что спрятал пират в своем полуке. Ребята, как вы думаете, что спрятал пират в своем сундуке? Полина. Пират спрятал в своем сундуке часы. Давайте посмотрим. Правильно. Как вы думаете, для чего нужны нам часы? Даша. Чтобы укреплять сундуки. Ника. Чтобы никогда не опоздать. Правильно. Еще Артем. Сон, да, вы правы встать. Да, вы правы. Часы нужны нам для того, чтобы ориентироваться во времени. Знать, когда можно встать, чтобы не опоздать в детский сад. Знать, когда наступает обед, время прогулок и сна. А еще часы помогают нам соблюдать режим дня. Ребята, вы все успеваете делать? Да. А распорядок дня знаете? Да. Давайте пройдем со столы. Садимся. Спинки выпрямили. Переворачиваем листочки. Перед вами режим дня. С картинками. Вы должны будете разложить картинки, чем вы занимаетесь утром, днем, вечером и ночью. Начинаем. Переворачиваем листочки. Переворачиваем листочки. Сейчас я дадим. 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 Что вы любите есть больше всего? Хорошо. А еще что? Тоже хорошо. Пища. Пища – это не только источник энергии, необходимый для роста и развития. Это материал для нашего организма. Чтобы пища. Чтобы пища хорошо усваивалась, нужно соблюдать правила питания. Сейчас я дадим. Сейчас я дадим. Красный лепесток. Нет. Есть нужно в любое время, даже ночью. Нет. Нет. Правильно. Есть нужно только здоровую пищу, которая полезна для здоровья. Да. Пищу есть надо не жуять. Нет. 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 Ты иногда соседку не разжевал до конца и страшно. Полоскать рот после еды вредно. Нет. Вредно. Нет. Зубы почистили и идете спать. Захватили булочку сладкую в кровать. Нет. Правильно. Гречневая каша матушка наша, а хлеб жаной отец родной. Да. Да. Молодцы. Не грызите лист капустный, он совсем-совсем невкусный. Лучше ешьте шоколад, вафли, сахар, мармелад. Нет. Все верно. Правильно. В рацион питания должны входить продукты, содержащие углеводы, белки, жиры и витамины. Да. Все верно. Стремитесь к разнообразию в питании. Стремитесь к разнообразию питания? Да. Да. Все верно. После того, как мы с вами выполнили это задание, мы сможем с вами вырастить дерево здоровья. Давайте посмотрим на экран. Перед нами дерево. Дерево. Что нужно сделать, чтобы вырастить дерево? Рома. Надо хорошо есть деду. Например, как яблоки. Так. Все верно. Еще что нужно сделать, Даша? Нужно заниматься спортом. Да. Это укрепляет здоровье и силу. Артур. Надо, когда после следы, когда ты даже есть, надо зубы чистить. Правильно. Ника. Еще надо заниматься спортом. Да. Верно. Артур. Что надо зубы? Зубы чистить. А для чего мы чистим, ребята, зубы? Чтобы не было ли крови. А что зубы? И болят ли крови. Лечите. Чтобы после остатков еды зубы не спортили. Да. Все верно. Давайте посмотрим. Правильно. Как мы с вами вырастили дерево здоровья. Все правильно? Все верно? Да. И за это задание мы получаем с вами еще один лепесток. И на нем совет. Вы запомните, друзья, для здоровья нам нужна витаминная еда. Я открою вам маленький секрет. Наше здоровье можно сравнить с цветком, у которого есть лепестки. И путешествуя, мы собрали с вами все лепестки нашего здоровья. Как вы думаете, почему у нас с вами не получается цветок? Потому что мне надо еще один лепесток. лепесток. Как вы думаете, где же спрятался еще один лепесток? Подмирую. 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 Давайте встанем ровненько. Посмотрим друг на друга. Посмотрите друг на друга. Почему вы улыбаетесь, Даша? Потому что лепестки вырубились. Еще почему? Еще. Потому что у нас с вами хорошее настроение. Вот и имя последнего лепестка. Все. Посмотрите, мы собрали с вами лепесток целиком. И цветок нам с вами улыбается. Он рад за нас, потому что мы смогли найти, куда боги спрятали наше здоровье. Здоровье находится и во мне, и в тебе, и в каждом из нас. Всех. Да. Молодцы. Вы справились с заданием. Я была уверена, что мы сможем найти, куда боги спрятали наше здоровье. На это наше путешествие подошло к концу. Что вам понравилось больше всего, Даша? Мне понравилось, что я хочу, что я люблю. Еще что Артем? Мне понравилось, как мы сейчас на столах вылили. Собирали режим дня, да? Матвей. Мне понравилось, как мы ходили через баллы. А при помощи чего мы ходили в баллы? Для таблетки. А для чего нам нужны таблетки? Для того, чтобы не болеть. Правильно. Молодцы. Я рада за вас. В следующий раз мы отправимся с вами в новое путешествие. До свидания. Продолжение следует.